добрый вечер добрый я считаю что мы по радостному встретились с вами поводу во всяком случае для всех поклонников вашего таланта потому что 7 апреля будет премьера вот это филумена это какой-то ну я не знаю что 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 это такое будет расскажите мне ну в общем мы вообще-то суеверный артисты я знаю премьера будет по пьесе эдуарда де филиппа филумена мартура на без очень известная да и сам он автор и актер блестящий был и я помню его еще когда его театр и он сам гастролировали в 60-е годы у нас в малом театре был тогда молодой артист и бегал смотреть его эдуарда филиппа блестящий он артист и ну вот у нас такие хорошие связи вернее нас союз театров европы европейский союз принял значит вот мы теперь члены его вы поясните просто не для тех зрителей которые не знают существует своем как везде союзы как везде объединение какие-то и вот уже более 20 лет с трейлером организован значит союз театров европы у нас три года назад пригласили мы члены этого союза теперь малый театр как старейший театр россии и даже провели уже в том году международный фестиваль театр европы где он проходил у нас в театре на нашей площадке в малом театре проходили и греция играла и англия была в общем все театры в румынии к сожалению эти фестивали наши хотя нам помогает министерство тут мы должны сказать добрые слова в его адрес но наконец-то добрый слава паска и значит еще парламент театров европы помогает той стороне поэтому вот был проведен к сожалению не в таком большом количестве как у нас привыкли проводить фестивали но все-таки 5 ведущих театров европы мы приняли израильские театра вот грей греция румыния английский театр по моему и вот мы вы знаете в этом есть что-то очень симпатичное во первых и для них и для нас мы узнаем друг друга мы узнаем возможности того и другого коллектива да в общем наверное и школу школу которые все-таки надо сказать на западе школу нашу русскую школу систему станиславского на так говорить ее не забывают так как у нас сейчас а у нас забывают но у нас что-то стали не очень они вспоминать а появляются какие-то новые системы я бы в кавычках взял вот во всяком случае они с удовольствием принимает и наших режиссеров и актеров и вот сейчас уже второй третий год у нас мы работаем с театром пикало до милана сделали совместную постановку вот извините перебил стефана де лука это из этого театра дали гассер да ну он работает в этом театре вообще он свободный художник но во всяком случае ему уже был поставлен спектакль по пьесе гальдонии влюбленные и сейчас мне еще в прошлом году мы долго говорили и выбрали вот конечно эдуарда де филиппа так что там приближается и в общем дата столетняя его а когда будет столетия сейчас боюсь вам сказать точно я не готов точно ответить но всяком случае вот мы недели две назад начали репетицию он приехал к нам сюда репетирует в то же время до этого у нас работал французский режиссер жорж лавадан довольно-таки известные французские и один из один из тоже организаторов еще пристрелили вот театра театров европы этого союза он у нас поставил серанода биржерак спектакль полностью группа и режиссер и композитор и художник по костюмам и декорационные художники это интересно это интересно и уже и наши некоторые спектакли приглашены хотя дважды мы вообще бывали еще до принятия в союзы бывали в италии дважды играли и оставили о себе очень хорошее впечатление правда ничего у нас а нас наших гастролях не было в нашей прессе они не работаете с прессой не работайте с прессой надо было прийти раньше и рассказать вот сейчас сейчас вы рассказали мне было очень приятно что я литературную взял газету мне сделали вот выписку показали и там уже не мы а эта газета написал как не стыдно конечно прессе был фестиваль островского мы проводим его раз в два года ну кто такой островский не будем говорить он известен и по всей стране по нашей за рубежом он идет и вообще уже много лет вот сколько я знаю театр он является как бы первым или вторым драматургом по количеству сыгранных спектаклей вот по всем театрам и сейчас и молодежные театры и новые театры и старые театры в разные интерпретации но ставят островского и это хорошо это верно потому что все темы которые он там поднимает они сегодняшние до тема коррупции тема ой-ой-ой-ой чиновничество так он и пишет чиновник там такой-то такой-то поэтому вот провели и этот фестиваль и вот наконец одна газета напечатала о том и поругала всю остальную прессу о том что после нашего эфира все газеты напишут я вам дай бог я не буду то что александр ширин называет называет маленьким телевизионным хитростям делать вид что вы не знакомы с левой потому что я вас познакомил перед эфиром просто у нас я вам не рассказал из такая традиция в передаче мы пристраиваем зрителям бездомных котов вот это лёва как вы знаете уже ему год он кастрированный и очень хороший котик я знаю что у вас очень похожие знаете у меня просто один в один вот такой же код и я просто всем кто любит животных советую его приобрести спокойный за то время которое мы сейчас знакомы с ним да он ведет себя идеально абсолютно да замечательный кот я бы с удовольствием взял ну ну у вас вас же до вас там 4 да у вас а как зовут близнеца лёвина вот лёлик лёлик да такие имя еще похоже да вы знаете ну просто копия остальные 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 дуся маша сильва а то есть три девочки три девочки да девочки да да сожалению одной не стало вот четыре дня назад инфаркт сердце да надо же у них тоже бывает маленький парк у них тоже есть сердце и тоже бывают инфаркты поэтому еще есть еще один вот его изучилища отход откуда они у вас взялись это вам дарили или выгодка кошки подобраны а подобраны западу что тоже подбираете да точно так же как и собаки про собак да расскажите вы же вы же известные на самом деле собаки сейчас остались только моей породы 2 сколько вас как я сейчас опять-таки к сожалению три месяц назад умерла старая собака очень она у меня был пес который мне подарили когда-то на день рождения кто подарил подарили знакомые у нас роб театральные наши подарили это был очень породистый пес по кличке маклай и он даже в кино снимался в каком московская сага и он там играл роль пифагор звали тоже немецкая овчарка поэтому и вот его не стало а вот потомство от него пошло уже тоже от моей другой собаки от маклая уже в общем так сказать соломинская порода которых но все-таки желающие есть которые поэтому нет вот просто хабенский сказал что он точно если к определенному сроку и молодец будет строить зато он 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 организует это а у вас в детстве были домашние животные всегда всегда до кошки собаки прям вот в таком кошки были а первую собаку не подарила мама очевидно я так помню это было очень давно тоже на день рождения это было в чете это было летом в июне очевидно что мы уже в школе не учились я играл футбол помнишь переулочки где-то нашла с работы в газете так у нее в книге газете ну газета была так сложены и там еще какие-то бумаги и она мне говорит иди иди сюда я играю футболка да не идея говорю а тогда был очень популярен фильм джуль барс джуль барс это фильм но вы не помните я уже понял по лицу это фильм о наверное до времен гражданской войны в средней азии бы с мочи и вот там пограничники его там был пёс которого звали джуль барс который спас там человека который охранял границу в общем без него было бы плохо же назвали джуль барс в случае все ребята были влюблены и я тоже я мечтал о таком джуль барс и и вот когда я подошел к маме подбежал она мне показывает джуль барс серенький с черненькими ушками такой она к джуль барс ну и вот я был рад джуль барс стал расти оказался он вовсе не джуль барсом а джульбой и не овчаркой а просто двортяшкой но раскрас был у нее такой когда вы последний раз были в родной чте давно в связи с чем давно боюсь даже говорите а почему не тянет нет тянет очень особенно последние годы тянет не знаю может быть в этом году я не загадываю никогда ну правильно вот но наверное у меня будет такое небольшое турне когда думаю что где-нибудь в июне в июле в июне да да хорошо а когда вы последний раз были в кино смысле в зале да да вот в кинотеатре не могу сказать да тоже не тянет так же как что вы знаете вам не нравится то что сейчас идет в кино не то что сейчас идет в кино я не смотрю у меня нет времени но пойти отсидеть там и туда потом давайте говорить честно давайте если ты придешь в кинотеатр то ты больше будешь больше сдавать автографы я просто меня извините ах ну да так устроен да да действительно это очень трудно даже на рынок трудно пойти деньги с тебя уже не берут понимаете как меня догнали одни по моему с украины это были женщины с помидорами летом игру его после мне нужно какие-то были заказали помидоры длинненькие такие срочно там для мучки надо я так выбирал очки шляпу все надел выбирал выбрал там быстро подошел взял и ушел к иду к машине ну топот какой-то я оглянулся две женщины таких украинских бегут за мной с корзинкой и готовой ой подождите что такое вот мы вам почему к нам не подошли я вот взял них а вот мы вам и дают мне корзин точно таких же огромнейших отборных помидор ягода я не мог как же ну ну у нас цветов нет но это вроде как на рынок на рынок не пускают магазины не пускают а сколько внучки лет 13 до было или сейчас сейчас нет она уже взрослый взрослая до чем занимается музыкой музыкой да да какого рода она заканчивает консерваторию а то есть ну настоящей музыкой то есть музыка и музыка это по-разному опять же если мы про него говорим да а ну вы отсматриваете вообще что что ваши коллеги по кинематографу делать или вы ведь целиком в театре нет 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 я ну иногда редко очень бываю в доме кино смотрю бывает в общем приглашают коллеги на просмотр фильма когда показывают журналистам там такие варианты будет очень редко я последние лет пять мало снимаюсь иногда почему нет времени потому что моя работа в театре занимает 24 или 26 скажите но вы допустим время то все-таки телевизор смотреть у вас есть или известные каждый да скажите как вы относитесь к тому что актеры ну звезды скажем так то есть актеры вашего масштаба снимаются в рекламе мне стыдновато потому что на еду деньги они зарабатывают хорошо рекламу уж отдали бы актерам послабее которым нужно содержать семьи они не снимаются в кино это мое мнение хотя скажут а как же на западе там до ролл он там да ну бог с ним почему все должны на западе ну когда показывают артиста или артистку которая там что-то показывает какие-то там колготки или еще там что-то такое а потом играет в театр приходит видит ее она играет центральную роль положительную там но может быть у меня старая школа но во всяком случае это воздействует на зрителя отрицательно ну в разные вообще есть мнение на счет потому что я не настаиваю что я нет вот ваш молодой коллега и давайте я вам даже давайте я вам так скажу что ну наверное если не первому то в первых рядах я получил приглашение сниматься в рекламе еще лет двадцать назад в рекламе чего я уж не помню чего но даже не я моя семья сразу не надо не надо отказались сразу я сказал нет я не буду единственный раз я снимался в рекламе потому что надо было это реклама у меня есть если кто не поверит искать ну вот он придумает она у меня есть я ее могу показать если надо это была реклама курасавы когда ему нужны были деньги и он приехал и снимал рекламу хотя он готовился снимать фильм у нас здесь второй и бы я был приглашен в этот фильм и композитор шварц еще был и есть люди которые это хорошо знают и помнят и вот заодно он снимал вернее его снимали реклама там одного напитка будем так да ладно вы можете сказать сантаре виски сантаре виски потом когда к нам подошли к шварцу и ко мне и сказали вот мы хотим заплатить за это мы даже возмутились потому что мы знали что это для курасавы очень важно и лично я обязан ему очень очень также и шварц и поэтому мы с ним сканируем а чем обязаны ну лично я себе сказал да конечно тем что он меня поверил и ведь и дарсул зала он получил мировое признание ну да поэтому оскар не снимаясь в голливуде в общем как-то каким-то образом меня где-то кто-то узнает и по сегодняшний день ну где-то кто-то ну и и про театральные кинодеятели это само собой знает курасава это качество качество товара помните раньше было у нас да качество товара вот это качество товара и конечно он меня вывел на международный экран и были приглашение после той же японии в той же болгарии и как режиссер он меня прорекламировал так что я впервые как режиссер поставил спектакль в болгарии а то есть подачи курасавы подачи курасав это было по моему в где-то в 79 году вот так 78 79 году поэтому как я не могу а потом у меня есть еще вещественное доказательство его картина которым я подарил дню рождения где она вас на даче нет она у меня дома в кабинете в кабинете да поэтому он он ведь закончил академию художеств и был хорошим художником и поэтому вот эту картину когда мы снимали к я еще он только меня три месяца проработали и он мне на день рождения вот приготовил такой подарок я очень благодарен и это самая дорогая вещь какая у меня есть скажите а вы сами когда-нибудь думали вот о чем-нибудь творческом не связанным непосредственно вот ну с вашим ремеслом тоже допустим что-то вот рисовать для души нет никогда не приходил в голову как-то я сразу был настроен на профессию актера если у вас никогда не было никаких увлечений какого хобби я имею ввиду нет хобби у меня было и когда я был ребенком я играл в футбол у меня есть значок гт о его бы гт о но это не кожа школах мы играли по моему третий разряд по волейболу я как все нормальные ребятишки но я бегал дом пионеров чите когда там учился и школу я там закончил я в общем во всех кружках занимался во всем во всех танцевальном в рисовальном в кукольном в рисовальном все-таки занимались но у меня не тянет как все дети в общем да но поэтому его а вот к этому драматической драматическому коллективу я как-то привык еще там и потом вот тогда ведь телевидение не было было радио и вот шесть часов разницы во времени и вот я у приемника всегда у репродуктора даже смотрел слушал что там книг кто играет кто поет и вот тогда я насмотрелся столько фильмов со своими ребятами мы убегали со школы на 1 прогулой сеансы прогуливали в зале может быть были мы в пятером только сидели не не так сидели вот на спинке и реплики кидали вперед артистов которые то есть уже по нескольку раз я знаю по 15-20 раз один и тот же фильм и мы знали весь этот текст знали все фильмы и артистов и когда я увидел сорок девятом году был юбилей малого театра я увидел фильм малые театры его мастера я увидел многих актеров которых я знал по кино и весь этот юбилей произвел на меня такое впечатление что когда я закончил через четыре года школу то я все документы а тогда ведь не было это самое отпечаток от руки я все отправил в москву по адресу который я запомнил сорок девятом году москва не длинная 6 театральной утили 7 ну на самом деле я считаю что у вас есть сейчас хобби и вы его озвучили в самом начале эфира вы коллекционируете вот этих прекрасных совершенно животных бездомных и это это не хобби ну любовь это любовь да ну что ж огромное вам спасибо вот мы все придем 7 апреля и всех вам благ и поезжайте в чету все-таки мне кажется этот гол будет в родной город и нельзя все время рассекать только по заграницам и в москве сидеть вот спасибо я всем просто советую кто смотрит да прекрасный код возьмите его замечательно взял бы сейчас его возьмут думаю я приеду домой мне сказать надо было хорошо ладно